Стоп! Я никого не агитирую отказываться от мяса, если кто-то так предполагает и почему-то так решает для себя. Я рассказываю, объясняю свой опыт и возможно он кому-то пригодится и возможно этот мой опыт кому-то даст ответы на вопросы, которые он так и не смог для себя найти. Кусок мяса возьмем коровы и кусок мяса рыбы. Рыбе мех брать не будем, рот чешется. Наш организм начинает уже уходить в переработку того холестерина, который мы получаем извне, вместо того, чтобы сконцентрироваться на производстве своего. Уберу-ка я мяско и посмотрим, что получится. И он такой, хорошо, тогда ломаем вот это все, что перед этим, сносим там и там, что получится, то получится. Это как бы через одно место, через жопу, извините меня. На-га, мышцы начали сыпаться, волосы выпадать, глаза выкатываться, зубы отваливаться. Там чуть ли не руки, ноги начали рассыпаться в разные стороны каждый день. Да, да, в этом плане я не идеален, да. Если там что-то кому-то написал в ответ на хейт, это не значит, что меня это цепануло. Это значит, что мне, наверное, нужно от вас еще пара таких же емких сообщений. Итак, всем привет! Это очередной выпуск бодитюнинга. И с вами канал Правильный Бодибилдинг и Пасько Александр. И сегодняшний выпуск я посвящу такому промежуточному отчету о том, что же со мной происходит через почти два месяца после моего отказа от употребления мяса. Ответ на вопрос, почему я решил отказаться от мяса, частично озвучен в предыдущем видео на эту тему. И ссылочка будет в подсказке или там, или там в уголочке в этом видео. Это было первое видео на эту тематику. Сегодня у нас 4 мая, решил отказаться от мяса я 10 марта, то есть прошло почти два месяца, ну там буквально без одной недели. И у меня уже есть что сказать по этому поводу, есть кое-какие промежуточные наблюдения, и они, скажем так, достаточно важные для меня. И пока все больше и больше убеждают меня в том, что я сделал правильный выбор и провожу правильный эксперимент. По сути, я его планировал на три месяца, но подозреваю, что он затянется. То, чего я не сказал в предыдущем видео о своей мотивации, да, почему я решил от мяса отказаться, я озвучу сейчас. Но опять же не все. Это будет из видео дополняться эта тема, я ее по крупицам буду выкидывать. Просто потому, что я сам по ходу в ней все глубже-глубже разбираюсь. И тема эта очень глубокая, очень обширная, очень серьезная на самом деле. Да, она касается липидного профиля, холестерина и, как ни странно, ферментной системы. Вообще все биохимические реакции в нашем теле протекают с участием ферментов. Угасание самой ферментной системы приводит к тому, что угасают биохимические реакции, биохимические процессы. И, соответственно, мы начинаем дряхлить, стареть, чахнуть и умирать. Но холестерин здесь как бы на одной чаше весов с ферментной системой, потому что на уровне с коллагеном, наряду с коллагеном, он составляет львиную долю тканей нашего тела. То есть, по сути, часть оболочек, причем крупная часть оболочек всех клеток нашего организма содержит в себе липиды и имеет так называемые липидные мембраны. И вот моя задача стоит на данный момент, который я перед собой поставил, это разобраться именно в производстве холестерина самим организмом, в частности печенью. Тот холестерин, который мы получаем извне, он, так скажем так, пришлый. Штука в том, что об этом знают, правда, не все, далеко не все, хотя это в открытом доступе написано, можно прочитать и ни в одном источнике. Печень наша в состоянии производить холестерин разных типов из жиров, из белков и из углеводов. Причем, подавляющее количество необходимого нам холестерина или даже весь холестерин, который она в состоянии произвести, она производит не сама, а еще с помощью кишечника. То есть, примерно 80 на 20 в этом количестве разброс пропорции производства холестерина. Печень производит из этого количества 80% и тонкий кишечник еще 20%. Поэтому расстройство в тонком кишечнике однозначно приводит к угнетению функции производства холестерина самим организмом. И вот тот холестерин, который мы получаем извне, он как бы имеет разную природу, разную структуру. Я тут сейчас не буду вдаваться в какие-то глубокие биохимические познания, информацию, терминологию, все остальное. Это тема отдельного видео, причем даже не скорого видео. Мы потихонечку в этих выпусках дойдем до гормоналки, но не сейчас. Продукты животного происхождения, которые мы употребляем в пищу, они имеют различный по своим характеристикам липидный холестериновый состав и природу эту. И по факту мясо животного происхождения, если мы возьмем парнокопытных, птицу возьмем. Птица отличается от того же мяса парнокопытных, да, допустим. Точно так же, как отличается от мяса грызуна кролика, например, да, от них от всех остальных. Но отличие там, как мне написали, вот, ты мясо не ешь и решил есть рыбу, а рыба шо, это не животное? Да, и это звучит, знаете, как этот вопрос. Белок это желток. Если мыслить категорией белковый аминокислот. Он находится в салах, огурцы, побольше хлеба. Не понимать, в чем суть того, что я пытаюсь донести, да, то да, белок это желток. И по факту, по аминокислотному составу, если так разобраться, то рыба не сильно отличается от говядины той же. Но есть отличия в жировой составляющей. Штука в том, что когда мы употребляем белки животного происхождения, мы так или иначе все равно за собой, с этими белками втаскиваем в себя и жиры, да, и определенную холестериновую составляющую. И вот эта штука у говядины, например, отличается очень сильно от рыбы. Задайте себе вопрос. Я тому комментатору умному написал уже этот ответ. Но вам повторю его. Попробуйте себе ответить на вопрос. Почему в воде с температурой плюс 2, плюс 4, 5 градусов, да, то есть в воде температурой близкой к нулю, к точке замерзания, рыба себя прекрасно чувствует, да, и не дубеет, и не коченеет. А вот если мы поместим в такую водичку кролика, корову, свинью, человека, да, еще кого-нибудь на определенный промежуток времени, то этому организму рано или поздно, скорее рано, придет кирдык. И это все задубеет и закоченеет. И штука в том, что да даже возьмем саму рыбу, да, уже, так сказать, мертвую, да, и возьмем мертвую корову, например, да, вот кусок мяса возьмем коровы, и кусок мяса рыбы, рыбий мех брать не будем, коровий тоже. И поместим в воду одной температуры, да, вот в воду температуры 2 градуса кусок рыбы и кусок говядины. А как вы думаете, через полчаса какая из этих, вот, какой из этих кусков будет более гибким и эластичным, и пластичным, да, вот? Естественно, рыба, потому что именно состав, жировой состав, который, даже если это рыба, она как бы нежирная, но все-таки жировой состав в этой рыбе позволяет этому куску рыбного мяса каким-то образом все равно оставаться вот в незакоченевшем состоянии. Это как раз и есть структура клеточных оболочек. А вот у говядины, извините, совершенно не то, и этот кусок мяса станет дубовым, а дальше будет, начнет замерзать. В этом отличие, отличие не в белковой фракции, да, в этих продуктах, отличие в первую очередь в липидной фракции. И вот это самое важное. Я предположил один момент, я уже говорил неоднократно, что я одну систему разматываю сейчас, изучаю очень плотно. Я пока не говорю о том, какая это система, но я считаю ее важнейшей, да, для чего? Для того, чтобы наш организм был молод, здоров, полон сил, да, это основа нашего здоровья, нашего функционирования, практически основа. Она работает в связке с печенью, она использует холестерин и кучу ферментов. Я думаю, сейчас многие уже догадаются, о чем я говорю, но я пока помолчу об этом дальше, когда мы уже к гормоналке будем подходить и к важности всего этого дела. И эта система, она зависима от того, какой холестерин мы получаем и какой холестерин мы производим. И вот я начал подозревать, что когда мы начинаем употреблять мясо, ту же говядину, свинину, без разницы, да, с вот этим специфическим липидным профилем, да, жировым профилем, мы начинаем сбивать и уничтожать способность нашей печени производить собственный холестерин в тех количествах, которых он нужен нашему телу, нашему организму. То есть наш организм начинает уже уходить в переработку того холестерина, который мы получаем извне, вместо того, чтобы сконцентрироваться на производстве своего. И вот тут зарыта вся собака. Потому что в этом случае вот этот жир, который мы употребляем с белками животного происхождения, он вмешивается в эту тонко настроенную систему, точно так же, как гормоны, которые мы применяем, ну там, вкалывая или глотая в виде таблеток извне. И они точно так же сбивают способность к саморегуляции постепенно нашей гормональной системы со всеми вытекающими и сбивают все системы, которые отвечают за производство этих гормонов. И тоже холестериновую систему и липидный профиль меняются на курсах цероидных, например, причем очень жестко, и многих даже это начинает пугать и правильно пугает. И вот я подозревал, что мясо точно так же вмешивается в эти циклы производства нашего холестерина и сбивает всю эту тонкую настройку. И это, естественно, сказывается на чем? На состоянии, в первую очередь, клеточных оболочек, этих липидных мембран. А мы состоим целиком и полностью из клеток. И не в лучшую сторону это все меняется. Соответственно, соотношение холестерина меняется, ЛПНП, ЛПВП, бла-бла-бла и бла-бла-бла тоже. Просто потому, что печень уже некогда, я образно сейчас выражаюсь, мы получаем гору какого-то ненужного. И организм уходит на попытку трансформировать все это в те пропорции уже, не произвести свое, а просто как-то отбалансировать пропорции того, что в нас заехало в соответствии с нашими необходимостями. Но у него это хреново получается, потому что мы, как правило, не считаемся с последствиями, правда? И так как я вообще в последнее время ушел в изучение тематики сохранения возраста, отматывания его обратно, восстановление гормоналки, да, для того, чтобы избежать какого-то ГЗТ, на котором все просто помешались, у меня это получается на самом деле. Я, естественно, углубляюсь в изучение всей этой системы, которая, в принципе, является основой и первичной системой относительно того, что у нас там, например, если мы говорим про мужские гормоны или про женские, ну, в первую очередь сейчас будем говорить о мужских гормонах, да, сейчас скажем, это вот этот гипофиз, гипоталамус яички, дуга, она вторична, она вторична, и она уже как бы является симптоматикой, да, уже производной того, что происходит с той системой, о которой я пока умалчиваю. И, соответственно, пытаться изменить вот эту вот симптоматику с помощью, там, тех же кламидов, еще каких-то, блин, изобретений современной медицины, да, и не очень современной, это, ну, это симптоматика, и когда ее начинают ломать, она уже следствие, и когда мы решение задачи, да, ответ на вопрос задачи начинаем менять, то, соответственно, все решение начинает подстраиваться, точно так же и наш организм начинает отматывать обратно, мы требуем от него вот этот результат, да, но с конца. И он такой, хорошо, тогда ломаем вот это все, что перед этим, сносим там, и там, что получится, то получится, а это как бы через одно место, через жопу, извините меня. Я как бы вот это все изучаю, все глубже, 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 я такой, ага, мало того, мясо, это же не только холестерин, это еще остатки всякой биохимии этого животного, когда оно жило, еще было в здравии, еще не подозревало, что его замочат для того, чтобы съесть, ну, и, правда, не всегда, чтобы съесть, да, там тоже есть свои гормоны, есть свои нейромедиаторы, там, и куча других веществ, которые, так или иначе, с этим мясом к нам попадают, и эти вещества, они всегда корректное состояние имеют, и не всегда приносят пользу, да, нашему организму, потому что в нашем организме тоже есть свои собственные такие вещества, но как бы, когда залетает вот эта биохимия из этого куска мяса, который, извините меня, в какой-то момент испугался, когда понял, что, елки-палки, блин, мне все, да, остались секунды для жизни, сейчас многие начинают догадываться, да, адреналин, это тоже, да, туда же, эта тема, когда, кстати, ее вот разжевывали еще в конце 80-х, начале 90-х, еще когда Советский Союз разваливался, очень много говорили о том, что животное, когда убивают, оно пугается, мясо этим вредно, да, в этом была доля истины и правды, и есть, и вот мое вегетарианство сейчас, оно как бы не связано никак с моей жалостью к животным, да, к тому, что мы их убиваем, для того, чтобы съесть, оно живое должно бегать, пищать, брыкаться и гавкать, да, например, у меня чисто прагматичный другой взгляд на эти вещи, вот и все, и вот когда я все это разматывал, я вот эту совокупность факторов взвесил, такой, стоп, уберу-ка я-ка мяско и посмотрим, что получится, вот смотрите, то, о чем я тоже говорил, про липиды и холестерин, и про липидные мембраны клеток, да, холестерин-то нужен не только для того, чтобы оболочки клеток создавать, но и для того, чтобы оболочки в нервной системе создавать, для того, чтобы в коже клетки поддерживать, да, волосы, все вот это вот, оно все тоже там же, холестерин – это реально один из основных строительных материалов для нашего тела, как и коллагенный эластин, И вот тут штука какая, многие мне писали там в комментариях под первым видосом, что вот это все бредятина, многие убрали мясо, короче, и посыпались, мышцы начали сыпаться, волосы выпадать, глаза выкатываться, зубы отваливаться, там чуть ли не руки, ноги начали рассыпаться в разные стороны каждый день. Знаете, с чем связаны эти эффекты? Как раз вот с тем, что извне холестерин перестал поступать в тех количествах, к которым привыкло тело, организм, а настройка производства собственного восстановиться не успевает. И вот этот вот дефицит холестерина жесткий начинает, вот эта пауза холестериновая начинает приводить к таким потерям, да, и к такому ущербу, да. И это для меня только подтверждает тот момент, что система, когда ребенка начинает кормить мясом, у него система перестраивается, и у многих она перестраивается навсегда, на получение холестерина извне. И когда этот холестерин потом убирается, то приходит там без, кобздец, ну и проще, да, всем системам организма по наклону, вот так вот, с ускорением. Просто потому, что печень не в состоянии научиться тому, что она когда-то забыла. У меня этот процесс не происходит, да, в таком, вот в этом виде, да, у меня ничего не сыпется, у меня руки как были по 43, так и остались. У меня волосы там клочьями не стали выпадать, и зубы, я когда чищу, они все на месте, и с ними все хорошо. Мало того, у меня ЖКТ начал круче работать, я начал кисломолочку усваивать нормально, которую раньше не усваивал нормально. Я уже не говорю про свежее молоко, но молоко я еще пока не пробовал, пока не рискую. То есть работа ЖКТ у меня наладилась за эти два месяца, причем очень хорошо. Я подозреваю, что у меня вот эта вот сохранность, да, и вот эта вот способность печени быстро переключиться, пускай не быстро, но она как-то смогла на какие-то объемы переключиться, что я кризиса не почувствовал, да, связано с тем, что я вот практиковал и длинное голодание еще с 16-17 года по неделе, и сейчас регулярно хотя бы пару раз в месяц делаю пищевую паузу полностью, да, там на 24-48 часов, ну уже все по настроению, по необходимости. И вот эта вот способность, она у меня сохранилась или восстановилась тогда, когда я начал этими голоданиями заниматься. Ну и плюс я еще и печень в порядок привел в 14-м году вместе с желчным и ЖКТ, в принципе, все поджелудочное, все, да, оно имело повреждения, но восстановилось практически полностью, за исключением той же биоты кишечника, с которой у меня все время были проблемы. Так вот, сейчас кишечник начал фуручить прекрасно. Мало того, меня начало тянуть на те продукты, которые я терпеть не мог уже с детства, я с детства переел медом, блядь, к бабушке в село, когда приезжал, там всегда было молоко, белый свежий хлеб, и там, или банка свежего меда, или прямо вот, просто вот из рамки вырезаны вот эти соты, прямо с них мед течет, как бы, оно на столе лежало порубленное на квадратики, в тарелке, блядь, вот, и мы все это в детстве ели, как бы, я этого дела столько наелся же, а потом во взрослой жизни, как бы, я уже на мед смотреть не мог. Мало того, у меня там в районе 20 лет, там, 23-24 появилась аллергия на мед, но я понимаю, с чем это связано, как бы, там и психосоматика была, и засраность организма алкоголем и прочих херней. Ну, короче, это, иммунка сбивается при этих параметрах, и, как бы, начинают достаточно активные и агрессивные продукты, которые могут приносить пользу мед, кстати, больше лекарственным средством являются, а не просто чем-нибудь сладким, то в итоге потом вот эти вот вещества активные, они начинают вызывать гиперреакцию той же иммунки, и начинаются аллергии. Но аллергия, как сама по себе, это не норма, это симптоматика сбоя. И совершенно сбоя не тем веществом, на которое проявляется аллергия. Так вот, сейчас меня поперло опять на мед, и я себя вот конкретно там сдерживаю, и пришел сейчас к тому, что я беру просто стакан воды утром, и раньше пил просто воду, сейчас я утром до завтрака, только проснулся, да, стакан воды, и пол или целую чайную ложку меда, буль-буль-буль, разболтал и выпил вместе. Иногда туда еще хлорофила, там, пол чайной ложки капают. И это реально, блин, работает у меня, кишечник еще больше мне говорит спасибо. Хотя я бы даже не подозревал, у меня, еще лет пять назад у меня чесался рот от меда. Если там в 24 года у меня от меда просто было там красное сыпи, такое состояние одышки, да, там, потому что бронхи начиналось сжимать, то потом у меня осталось только вот, как рот чешется, когда мед поешь. То сейчас у меня нет вообще этого эффекта. То есть я прекрасно все этим, и я кайфую. Плюс меня потянуло на хлеб где-то еще недели-две назад, наверное, а то и три. Я хлеба в жизни столько не ел. Но на самом деле хороший хлеб – это очень классный продукт, особенно если мы говорим о балансе белков, жиров, углеводов, там просто идеальное соотношение. Сейчас я хлебушек грызу, я спокойно, и все прекрасно. То есть у меня каждый день есть какой-то хлеб. Правда, свежий я покупаю, да? И да, он дрожжевой, да, да. В этом плане я не идеален, да. Но, опять же, ну, еще пойдите, найдите нормальный вкусный хлеб, который сделан там на той же опаре, да, там, допустим, и без дрожжей. То есть, по сути, у меня пищевые пристрастия и вкусы начинают меняться, но при этом на мясо меня как не тянуло вначале, так и не тянет. Меня даже на рыбу не сильно и тянет. Я ее как раньше и умеренно ел, так и сейчас умеренно ем. Хотя у меня там почти каждый день немножко семги там в таком-то или ином виде, да. У меня каждый день там от 4 до 8 яиц с желтками, естественно. Опять холестерин в желтках – это совершенно не та тема, которой холестерин в мясе, и желтки яичные – это отдельная тема, вообще отдельная планета. Как-то о ней потом поговорим, там очень много пользы. И каждый день у меня есть какая-то кисломолочка, творог или сыр твердый, или и то, и то. И оно у меня все прекрасно усваивается и ничего не стопорит. И вот еще один из эффектов – ходят такие слухи, да, или там утверждения о том, что человек, когда кушает мясо, он таким образом ломает работу лимфатической системы. И каким-то образом, я еще пока в эти вещи не вчитывался, да, потому что еще есть с чем разбираться помимо нее. Так вот, каким-то образом стопорится сама трофика лимфы, то есть лимфатические обмены, перемещение лимфы по телу, да, через лимфатические узлы. То есть есть такое явление, как застой лимфы, да, когда она не движется. Когда я мясо убрал, буквально через 5 дней у меня вот здесь вот на скулах, вокруг лимфатических узлов начали появляться такие крупные-крупные прыщи, капец. Именно в зоне лимфатических узлов. А я знаю, что это такое, потому что я когда-то занимался сверхмедленным тренингом и до сих пор еще иногда его практикую. А сверхмедленный тренинг – это работа с пастурой. Я об этом книги в своей писал тоже. Так вот, и когда вот пастуральные мышечные слои глубокие начинают активно работать, и они являются таким хранилищем плазмы в первую очередь, они начинают выдавливать из себя эту плазму в общее кровяное русло. И давление в общем кровяном русле начинает еще давить на лимфатическое русло. В лимфатическом русле тоже увеличивается давление. И таким образом с помощью пастуральных мышечных слоев, которые еще памповый эффект свой оказывают, лимфа начинает двигаться, да. И она, у нее путь какой? Через лимфатические узлы, которые являются ее фильтрами. А когда лимфа долго стояла, через узлы не шла, то она там копила в себе кучу определенного дерьма. И тут ее двинули, она пошла через узлы, и по итогу узлы, как фильтр, не успевая справляться с этим количеством дерьма, которое начинает заезжать, и соответственно это все сброс начинается через кожу. Поэтому когда у меня возле лимфоузлов начали появляться прыщи, я сразу понял, что лимфатическая система как-то заработала, лимфа как-то начала двигаться после отказа от мяса, и у меня вот начался выброс прямо через кожу. И где-то тоже дней 5-7 это все держалось в таком, причем крупных таких размеров, все было твердое такое там. А потом что-то вышло так, а что-то там рассосалось. И все успокоилось. С того времени у меня особо таких сыпей больше не было. Поэтому чувствую себя прекрасно, сплю достаточно легко, просыпаться стал очень легко на самом деле, при том, что у меня хронический недосып. Но работа самого кишечника налаживается потихонечку уже в сторону почти идеальную, потому что у меня регулярное чувство голода и регулярное чувство легкости вообще в районе живота, и вообще во всем теле, и в голове естественно из-за этого тоже. И соответственно я просыпаться начинаю все легче, легче и легче. И поэтому мотивов бросить эту затею и вернуться к мясу я пока для себя не вижу и думаю, что не увижу в будущем. Тему изучаю, все глубже и глубже, информация копится, и я в итоге потихонечку вот в таких вот выпусках буду ее потихоньку выдавать. Ну и опять же, прежде чем что-то утвердительно о чем-то говорить, я всегда это испытываю на себе, как и в данном случае, отказ от мяса со всеми вытекающими последствиями и эффектами. И уже когда я что-то на себе почувствовал, проверил, посмотрел, изучил, оценил, я уже могу об этом что-то утвердительно говорить. И если там в первом видео я что-то говорил в виде догадок и предположений, и там чьи-то чужие слова прочитанные, что-то пересказывал, ожидая этих эффектов, то сейчас я могу уже говорить об этом всерьез и достаточно уверенно, потому что я понимаю, что именно со мной происходит. Никакого там тупняка, заката моих, когнитивных функций моих, или спада в настроении у меня нету, на психике это у меня никак не сказывается, просто потому что у меня, во-первых, регулярно комплекс витаминов В и так попадает, во-вторых, я опять же связываю это с тем, что печень у меня в состоянии была хоть как-то отмотаться назад и перестроиться, и вспомнить навык производства холестерина самостоятельно. И пока я анализы не сдавал, я вот подожду до 10-го числа, и где-то после 10-го мая, там через неделю-полторы сдам уже полную картину по себе, как я обычно это делаю, это обычно стоит для меня где-то в районе 150 долларов, потому что там порядка 40-50 маркеров, да, просматриваю всегда. Картина по моему организму в виде там результатов анализа у меня есть до, и вот я теперь сделаю чуть позже, чем через два месяца, для того чтобы посмотреть, что там происходит. И уже вот эти вот данные, они попадут уже в следующий выпуск, там где я буду анализировать разницу и буду говорить, что и как, почему. Я никого не агитирую отказываться от мяса, если кто-то так предполагает и почему-то так решает для себя. Я рассказываю, объясняю свой опыт, и возможно он кому-то пригодится, и возможно этот мой опыт кому-то даст ответы на вопросы, которые он так и не смог для себя найти. Но каждый в этом случае, да, просматривая мое видео, и внимательно слушая, решает сам для себя. Я просто даю холодную информацию, да, которую там через себя пропустив в виде теории и практики, уже могу как-то выдать. А каждый человек уже там сам решает, поступать ему так или иначе. Поэтому писать мне в комментах о том, что вот, ну блин, оставьте при себе. Хотя нет, пишите, пишите. Хейтовые комментарии, они обычно там, когда хвалят, там пишут там буквально несколько слов или пару строк. А хейтовые комменты там, там, там люди стараются, да. Да. А чем больше слов в комментах, тем выше он ранжируется. И видос подтягивается, да. Да. Ну, Рич Пиано в этом плане был прав. Чем больше у вас хейтеров, тем быстрее раскручивается видео, и весь канал YouTube. Поэтому, если там что-то кому-то написал в ответ на хейт, это не значит, что меня это цепануло. Это значит, что мне, наверное, нужно от вас еще пара таких же емких сообщений. И, возможно, так тоже сказывается отказ от мяса. А может и нет. Ну, посмотрим дальше. Так что, надеюсь, это видео хотя бы кому-то из вас будет полезным, несет ясность, расставит точки над и, над какими-то, да, и в чем-то поможет. Ну, а тему я буду разбирать достаточно глубоко, и впереди еще не одно видео на эту тематику. И мы в итоге придем к некоторым ключевым вещам, которые касаются гормоналки, здоровья, возраста со всеми вытекающими. Но это уже там где-то дальше. И не в следующем видео, а там третье, четвертое по счету от этого где-то так будет. Потому что тема большая. И да, работоспособность на тренировках у меня выросла. Утомляемость никак не увеличилась. Но могу сказать сразу, что сухожилия и связки стали эластичные. И мои растяжки мне это как раз и показывают. Еще чуть-чуть я скоро думаю, что на продольный шпагат сесть смогу. Ну, об этом, если это произойдет, обязательно узнаете, как минимум, из stories в Instagram. Так что не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если еще не подписаны. И нажать на колокольчик, для того, чтобы получать оповещения о выходе новых видео на моем канале. А у меня на сегодня все. С вами был Паську Александр и канал Правильный Бодибилдинг. До новых встреч. Пока.